Ребята молодцы, игра с футборской и очень драйвовая. Игра довольно интенсивная, не всегда хватает времени сообразить, особенно когда очень много людей, много мнений. Главное быстро, эффективно и точно это сделать. Приближенно к реальной жизни, получили фан, очень классно провели время. Слушайте, это очень опасная вещь, потому что потом результаты игры могут посмотреть топ-менеджеры и сделать неправильные выводы. Социальная инженерия – бич компьютерной безопасности. Об этом в один голос твердят специалисты крупнейших российских банков. Несмотря на огромные суммы, инвестированные в информационную безопасность, устранить человеческий фактор практически невозможно. Сотрудники организации и клиенты день за днем игнорируют элементарные правила компьютерной гигиены и вверяют себя в руки киберпреступников. Единственный способ преодолеть эту проблему – методично повышать уровень культуры кибербезопасности. На посвященной этой теме дискуссии представители Сбербанка и Банка ВТБ сошлись во мнении, что хорошо для этой цели себя зарекомендовала геймификация – обучение персонала через игру. И 17 февраля 2017 года в рамках практического дня на Уральском форуме представители лабораторий Касперского и Сбербанка предложили поиграть в игру KIPPS – Касперский Interactive Protection Simulation. Каждая из команд предлагалась почувствовать себя в роли руководства Службы информационной безопасности банка, получив под контроль IT-инфраструктуру. Ее нужно было защищать от атак при условии ограниченного бюджета. Основная цель для участников – завершить игру с максимальным доходом. Все, как в реальной жизни. Примечательно, что большой интерес к игре проявил и регулятор. И сформированная команда из специалистов Банка России приняла участие в игре наравне с другими. Следует отметить, что представители Банка России в рамках Уральского форума многократно подчеркивали остроту проблемы, связанной с нехваткой культуры кибербезопасности. У вас есть на этот ход 4 минуты. Время пошло. 10 очков. Срезали пару, чем это вынули. Есть уходы. Вот у вас 5 тысяч мы потеряли. Мы сейчас останавливаем деньги, пока у нас нет таких приводов. Да, 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 поэтому не надо. А там что остались здесь? 11, 17. Мы результаты, виселые за полтора до окончания хода. Данную игру мы разработали совместно с нашими коллегами из лаборатории Касперского, специально, чтобы донести до людей те кейсы информационной безопасности, которые происходят повседневно. Основные процессы информационной безопасности, которые используются в данных действиях игры, используются специалистами и в повседневной деятельности. Это основная их обязанность. Бизнес очень часто не понимает, что делает служба кибербезопасности, и им интересно понять это изнутри. Поэтому мы привлекаем не только специалистов кибербезопасности, но и специалистов бизнеса. В результате у сотрудников появляется понимание не только того, как должны действовать эти процессы, но и каким образом они будут приносить прибыль бизнесу. Потому что это является основной концепцией у любой коммерческой организации. В результате, когда сотрудники бизнеса вместе с безопасниками решают одну и ту же задачу, они более эффективно смогут к этому подойти. Когда мы провели игру уже здесь, на Уральском форуме, мы увидели очень положительные комментарии не только от сотрудников информационной безопасности, но и от всех представителей бизнеса и регуляторов, которые находились в зале. Все поняли, что геймификация — это действительно очень удобный способ донести информацию о службе кибербезопасности. Мне игра реально классная на самом деле, и больше всего мне понравилось то, что она учитывает бизнес в сторону. То есть фактически мы, как безопасники, вынуждены мыслить еще и в концепции зарабатывания денег гораздо шире того уровня, на котором мы мыслям, когда говорим о защите просто своего конкретного периметра, сети. Полсуществует сама игра, она достаточно интересная, она отображает определенные задачи, с которыми сталкиваются безопасники. Образование сотрудников информационной безопасности в банках — это очень хорошо. Почему? Потому что нужно очень быстро реагировать и соображать намного быстрее, когда происходят вещи, о которых ты еще не понимаешь. Мне кажется, такие игры в качестве тренинга были бы интересны. Следующий год, я думаю, будет юбилейный, к тому времени будет новая версия игры. С удовольствием поучаствуем еще. С удовольствием поучаствуем еще.